Ребят, добрый день! Сегодня хочу еще рассказать про одного человека, это дядя Саша, ему за 80, представляете, пенсионер, и в деревне он занимается выращиванием курцов, помидоров. Вот, давайте сейчас пройдем к нему, где он этим делом занимается, и посмотрим, что он там делает. Дядя Саша, предприниматель со стажем, не буду говорить возраст, но за 80. А человек занимается выращиванием огурцов, помидоров в нашей деревне, и уже не один год я поражаюсь их трудолюбием. Вот, все лето наблюдаем, как они с сыном Юрой работают и показывают большой пример для деревенских. Вот, говорят, в деревне работать нету, делать нечего, но тем не менее, люди же находят себе занятия и работают. Так сказать, как говорится, найди себе работу по душе, и ты не будешь работать. Правильно, дядя Саша? Без работы, работа это твоя подруга, нужно с ней дружить. Вот так вот. Без работы это не жизнь уже, особенно сельское место. Сколько лет вы занимаетесь уже выращиванием? О, много лет, лет 15-20, даже больше, здесь, в поселке. Да, представляете? Ладно, выращиваем свежие овощи по дешевой цене, что-то не дали, да, не даем даже. Это самое главное, сейчас вот в магазинах, на самом деле, ну, блин... Суррогаты нравятся люди, емки. Да, качества нету абсолютно. Они же показывали по телевизору, руки даже не могут отбыть после этих суррогатов. Да, верно. И душе говорилось, что не только в рот брать, нюхать нельзя. А давайте сыграйте что-нибудь, потом посмотрим у вас, что вы там делаете в теплице. Да. То есть человек талантлив во всем, когда занимается любимым делом. КОНЕЦ 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 Девушки нежно смотрели и взгляд, Жили они дальше дорогой побеги. И отражением воскресенья были глаза полны. Спасибо, Дядь, Саш. Вот человек талантлив во всем, да, как говорится? Ёлка, я же даже с муравьем разговариваю. Ну да, то есть человек даже выступает вот у нас в ДК. Давайте, следующее, что будет. КОНЕЦ 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 Вот, красавчик, спасибо. Аплодисментов, к сожалению, нет, зрителей у нас нет. Вот, но здорово на самом деле. Дядя Саша, давайте сейчас покажете вы наше свое производство, так сказать, нам. Поделитесь, что вы делаете все. О, давай. Пожалуйста. Мы без дела не сидим, товарищи. Все отношевционные начали пример, брат, а то сидят, как инвалиды. Смотрите, у них теплица. Пожалуйста, все посажено, никакой травинки лишней нету. Все четко, как на заводах. Я говорю, все четко, как на заводе. Да. О, уютно. Огурцы скоро челюсти будут. А в магазинах советую не жрать, отравить их вообще. Я че, зря людей травить. Вот, дядя Саша, как говорит, он занимается уже 15 лет, и это только здесь, в деревне, да? Конечно, больше даже. Вот. А еще другой участок, он большой какой-то. Вот, да, я хочу тоже рассказать. Вот, помимо того, что они на территории работают, они еще взяли в аренду землю. И у них там такие же, еще две теплицы. Вот, у них в планах там выращивать, как знаю, помидоры, да, по-моему? Все, и помидоры, и дыни, и все есть. Да, они еще выращивают чеснок и картошку. Все, все, что необходимо для еды. Дядя Саша, как ты считаешь, деревня у нас погибает? Да, пустует у нас деревня уже, все. Все бегут в города, но скоро начнут обратно бежать. Дядя Саша, вот скажи, а молодому человеку вот можно ли, занимаясь в деревне, работая в теплице, жить и неплохо жить? Как считаешь? Конечно, все свое, ты же не покупаешь. Нет, ну, понятно, что ему же надо как-то зарабатывать. Вот он сможет, если, открыв теплицу в деревне? Они же на базаре отвезли, сразу покупают. Они уже тебя даже знают, что ты выращиваешь. Вы же вот на теплице же, правильно? Меня все знают, когда приедешь, когда приедешь, спрашивают. Ну да, то есть вы на рынке, как я знаю, продаете, и ближайшие магазины. Вот они, вот приедем к тебе домой, Михаловку покупать дашь, говорят. Ну да, то есть проблем со сбытом нету? Нет. Нет, ты что? Ну, как меня увидят, там уже бельвей все окружает. Ага. Город. Главное в этом деле желание, труд? Да, и качество. Чистые. Вот. Чтобы людям не вредить. Вот сейчас у нас конец марта, уже 1 апреля, и вот уже у них рассада растет. То есть... В конце апреля сейчас, пожалуйста, свежие огурцы. Уже в конце апреля, да, будет? Да, даже надоедают очередь стоять. Говорит, Саша, огурцы ешь? Говорит, Саша, огурцы ешь? В магазине не берут, это то время. Потому что уже все, химикаты развоняются. Ну да, вот у меня дядя тоже покупает тоже у вас. У него тоже соседние деревни магазин. И тоже огурцы берет у вас на продажу. Конечно, да, все берут. Приезжают, он все к вершине приезжает продавцы. А вопрос тогда, как это, трудно ли заниматься вот этим, чем вы занимаетесь? Никакого труда нет. Привычка. Привыкнешь, уже тебе не оттащишь оттуда. Вот меня не заставишь другое делать. Только ворошенье. То есть вас земля тянет уже? Да. Вот как у вас график, вот с утра что вы делаете? Целый день как проходит? С утра, понимаешь, после завтрака начинаю вести трава, ешь, полим. Ты видишь, какой чистый, ничего нет. Ну да. Вот так надо ворошить. Все бы женщины так смотрели за огородом своим. Вот ими. Тут всякого сорта. Вон, бычье сердце, помидоры, рассада. Это простые уже. В общем, всякая сорта помидоры. То есть вы с утра встали, позавтракали, выходите на прополку. На прополку. Делать нечего, отдыхаем. Вы, как я знаю, как вы говорили, вы два раза в день с утра и вечером полили, воды набрали, затопили. Теплой водой поливаю. То есть вот они тут набирают воду. Уже с района даже приезжали, удивлялись. В газетах пишут. А у нас весь район знают. Ну да, столько лет занимаетесь, конечно, знают. Да. Так что, товарищи, надо труд любить. Труд – это твоя верная подруга, с которой ты должен дружить. Ты забудешь про болезнь и про все на свете плохое. Ну да. Потому что шевелишься, что-то делаешь, скучать тебе не дает эта работа. Главное, что она свежая, чистая. Кушаешь все лето, круглый год. Солишь, понимаешь, рассол, все. Вот людей будет интересовать вопрос, что нужно, чтобы теплицу выращивать. У вас же трактор есть в подсобном хозяйстве. Да, у меня вся техника. И трактор есть. И эскалатор. И хатстар, правда, эскалатор. Газель для перевозок, да? И главное. И всю территорию за счет нас содержится здесь в поселке. Убираем мусор для сельсовета. Да, кстати, они занимаются еще облагораживанием территории Михайловского сельсовета. Зимой они чистят снег. А летом траву, да? Покос травы. Да, все, мусор убираем. Да, еще развозят, ну, мусор собирают и тоже, ну... По просьбе сельсовета мы всегда территорию свою держим чисто. Не отказываем никогда, потому что это для общества. Ёлки-палки. Мусор, как жить, если улицы будут влезные. Ну да, то есть, видите, они еще... Главная техника нужна, да. Идут не в одном направлении. Я говорю, мой сын, он по-староковски позвонит, сельский совет, голова. Сразу едет, пожалуйста. Набираем и возим. Вопрос тогда про население. Вот раньше в деревне было много молодежи, много работы. Да, много было молодежи. Работа была, с песнями шли на работу. Жизнь кипела. Вот... Никто не думал о чрезмерной богатстве. Все так это... Как-то жизнь шла своим чередом хорошо. А что, столько про деньги, деньги, деньги. Убийство по телевидению из-за денег. Что это за страна такая пошла? Непонятно. Все смотрят. И президент смотрит. Постоянно же передает. Ну, это надо правду говорить. Потому что нет работы. Ну, вы же вот себе работаете. У людей в городах работают. Нет? Вы же в деревне себе сделали работу? Почему другие не делают себе так же? Ну, потому что нет организаторов. Не платят. Сельские места... Сейчас людей за людей не стали, что это уже. А раньше ведь деревня кормила города, да? Эй, я же говорю, с песнями на работу. Пораз все забывали о плохое. И что? А жизнь кипела тут йога. С песнями все время на работу. Я даже баян брал с собой. Женщины пели. Уезжали на поля. А сейчас все замерло. Все постепенно замерло. Ну, вот тогда вопрос вам. Шимикаты живут. Есть ли будущее у деревень? Через 10 лет что с деревней будет? Как считаете? Полные утопки. Никого не останется скоро. Потому что нет настоящих организаторов, которые могли бы дать работу. И на сельских местах. Все. А кто же будет жить без работы? Бежит к городу. Ход за копейки там и шачит. А нет, чтобы у себя в каждой деревне создавать работы коллективные. Нет уже такого. Ну да, сейчас всю работу большие аграрии забрали, да? Которые обеспечивают химией непонятную. Да, все бегут в города. Ну и по идее вообще вот у натурального продукта же цена должна быть соответствующей. То есть если она должна быть дороже, нежели в магазинах. Вот именно дороже. А мы три раза дешевле делаем. Вот. На баре все. А вот вы все это начинали. Была ли какая-то поддержка от государства? Или это вы все на своем энтузиазме и на свои деньги, на средства свои? Нет от кого никакой поддержки. Как будто меня и нету. Я уже куда только не обращался. По телевидению только языком треплются. Надо сделать, надо помочь. А помочь на самом деле никто не помогает. Ни с района, ни кто. Вот. Ну, сейчас вроде есть такие поддержки, гранты различные. Но там такие условия, что очень сложно... Очень сложно соблюдать их. Если поддержка была бы, все бы работали, как мы делали. Понимаешь? Нету ничего. Сейчас сколько примеров уже взяли. И теплее делают, глядя на нас. И вот, в поселке. Свои выращивали, что. И сажают. Всем пример показываю. Главное, это хороший пример. Люди начали понимать, что с жажжемки не надо сидеть. И не жрать там с химикатами эти продукции. Так что, товарищи, это все правда. Вот я тоже считаю, что в деревне нужно работать и кормить город. Конечно. Вот именно. Работать кормят только, чтобы власть обращала внимание. Что-то помогало в чем-то. Ёлки-палки. Ну, не помогает, нет помощи. И главное, главное, раньше при коммунистическом режиме были приемочные пункты. Сейчас ничего нету этого. Куда сдавали. Да, вылезтишь и сдашь. Колхозник. А сейчас же никуда, мы куда только не ездим. Что, блин, тоннами, десятками тоннами хотим сдать. Нет, никому не надо ничего. Короче, натуральный продукт никому не нужен. Никому не нужен. Чистый продукт. А вот люди понимают это, нет? Что вот тут без химии, без этого? Люди понимают, а что они могут сказать? У них власти нет. У них нет. Но тем не менее, у вас клиентура же есть. Вот сколько вы делаете? Вы же не выкидываете ничего? У вас все покупают, приобретают. Да. Все на базаре уже знают нас. Лицо. Городские. Дядь Саша, вот можешь какой-то совет дать? Молодым предпринимателям, которые вот вдруг захотят тоже заняться выращиванием теплиц? Ничего сложного нет. И трудного ничего нет. Если возьмешься, промыкнешь, и тебя уже не оторвешь от этой работы. Понимаешь? Ты уже будешь любить работу. То есть не нужно ничего бояться, да? Нет, даже близко. Ты привыкнешь, тебе уже захотят запретить тебя, и ты не сможешь уже. Работаю ты, как тебе сказали, подруга твоя, которая тебе должен уважать. Ты же женского рода, подруга. Ну да. Еще можете какие-то секреты открыть по выращиванию? Ну, какие могут быть секреты? Возьми, сидел и смело. И все будет нормально. Да, поливать надо во время. А поливать, это не трудно. Чего он маленький? Трехлитровый. Этот у меня. Я подхожу, поливаю. То есть движение, это жизнь? Огурцы, да. Огурцы можно. Каждый день, три дня поливаю. Как посажу. А потом уже через день поливаю. Чего тут поливать? Ничего трудного нет. Привыкнешь, и все на свет и плохое забудешь. Так что... Самое сложное вот именно вырастить рассаду, или вы уже самый тяжелый, когда собираете огурцы? Рассаду вырастить никакого труда нет. А снипишь, в ящики поднятые, вон, весь их столбом. Ага. Вот. Чтоб тепло было. Главное, тепло нужно. И в ящиках рассаду. Деревянных. Разводишь. И потом сажаешь, спокойно берешь. Короче, так же, как в деревне все сажают. Ко мне сын привык, его сейчас женят тянешь на другую работу. Понимаешь? Он тоже на севере работал, да? Уволился и не начал. Да, он на севере работал. Только нет. Здоровье только бровил там. На севере зря не дают ведь деньги. Ну да. Так, давайте я вам покажу устройство теплицы. Вот такая большая топительная система. Они топят два раза в день. С утра и на ночь, чтобы поддерживалась температура. Вот у них по всей длине труба дымохода. Один раз топили. Затопили уже не это. То есть вы топите один раз вообще, да? Не даем. А, тухнуть не даете. Полностью остывать не даете, короче. Бросил чурку, она горит. Ага, ну я смотрю, тополем, да, топите? Да, тополь особо. А тополь везде валяется, как мусор. Вот, про тополь, слушайте, я тоже говорю. Собирай, пожалуйста. Так, дядь Саша, что, нормально? Жарко стало. Давайте, дайте совет такой молодым предпринимателям, которые вот хотят открыть свое дело. Вот пускай будет это тепличный бизнес или тепличное дело. Что первоочередное? Так, что им дать? Ну, и сделать хорошую тепличу, большую. Если они хотят зимой выращивать. Сделать, значит, печку, трубу найти для печки. Если зимой хотят. А летом она и так растет на улице. А есть ли смысл летом выращивать? Потому что очень много людей выращивают. Продажи будут летом? Да, какая разница, конечно. Это же жратва. Ну, так-то, да. Это жратва, она же уходит, приходит. Вот мне тоже говорили, что хочешь открыть дело, открой то, что связано с едой. То есть, что-что, одеваться может или какие-то машины иметь не все хотят. А вот кушать, жрать, как говорит дядя Саша, все хотят и будут хотеть. Правильно? Вот именно. Дядя Саша, как ты считаешь, вот смотри, Россия у нас должна быть нефтяной страной или аграрной? То есть, вот если мы будем всей страной выращивать, заниматься продуктами питания, будем мы лезть сильнее? Обязательно. Потому что свое чистое, качественное. Ну, вообще говорят, что Россия должна весь мир кормить не нефтью, не газом, а именно едой. Вот именно должна, но не хотят никто. Ну, потому что невыгодно кому-то, а нефтяникам невыгодно, правительству невыгодно. Потому что все завозное, если не будут покупать из-за границы, из Турции, там, из жарких края, и вот тогда и деньги будут, производители нашего. То есть, именно деньги в России оседать будут, а не так, как сейчас? Да. Купили там, туда отправили. Купили там, травят людей. Че там, здоровые люди, что ли? Тоже больные. Травят нас, елки-палки. Свою продукцию жри, елки-палки. Живой человек. А что остается человеку делать? Нет колхозов, нет коллективных хозяйств в сельских местах. Вот, всякие эти, отравы, жрют нахер. На моем штуке здесь, вот такой маленький поселок, уже восемь человек раком. Да. Особенно женщины. У них денег еды нет, ее покупать свежие. Даже если свежие купишь, отравленные. Вот так вот живем. И хлеб живем. Так, ну, дядя Саша, спасибо вам за то, что показали свое место, дислокации, место работы, так сказать, производства, мини-производства. Вот, Юрий, тоже тебе спасибо, что показываете пример. А, ты играл, не снимал. Заснял все. Спасибо, что пример показывает для нас, молодых, то, что все возможно, можно, ну, блин, лишь бы желание и труд. Правильно? Просто у нас сейчас поколение ушло, они пришло к тому, что они, ну, хотят получить каких-то легких денег, устроиться на работу, работать за 10 тысяч. Они понимают, что на самом деле деньги, они вот именно в земле, именно в еде. Вот именно в этом. Так, ну вот, ребят, ладно, давайте у нас вот в будущем тоже будем и проведать Сашу летом, мы еще расскажем про их, так сказать, занятия, то, что они летом там работают. Просто сейчас снег, смысла там нету снимать. Сейчас дыни буду сажать. Да, вот, дыни арбузные, да? Дыни колхозницы называется. За уши не оттянешь, вот на базарочную вынесешь, прямо хватают, и это городские, как не знаю, чего. Вот, если, ребят, хотите дальше видеть вот про дядю Сашу в видеороликах, ставьте там тоже комментарии, лайки, и тоже заснимем, и дальше покажем, чем они занимаются. Всем спасибо, всем спасибо за просмотр, и давайте желаем удачи дяде Саше в его тяжелом труде. Сыну! Главное, да, дядя Саше и Юре. Главное сыну у меня. Удачи, сил, терпения, так сказать. Ну вот, как пример, смотрите и наблюдайте. Вот, всем спасибо, всем пока, ребят. Удачи!